Сусальное золото, малахит, глина и яичный желток. Все как во времена Андрея Рублева. Иконопись мало подвержена веяниям времени. Как и в средние века, Евгения Благова растирает на палетке лазурит, редкий полудрагоценный камень. В былые времена за порцию этого пигмента отдали бы целое состояние. У меня здесь эмульсия. Это чистый желток. Я чуть-чуть добавляю. Это и будет мой клей. Все, больше никакой клей я не добавляю в краску. Краски, приготовленные таким способом, называются темперными. По текстуре они близки гуаши, но после высыхания смыть уже не получится. Наносят их на специально подготовленную липовую доску, обработанную левкасом, смесью мела и желатина. Пишут прозрачными слоями. Такое тонкое нанесение слоев называется лисировка. Первый слой охристый обычно. Я все покрываю охрой. Это такой желтый цвет. Он объединяет. Может быть, мы этого сейчас не видим, но он объединяет все слои. Затем наносится санкирь. Это такой зелененький, вот здесь немножко светится. Затем уже идет высветление послойно. Более таким желтиким цветом, с красным, с киноварью. Не лицо, а лик. Для оживления изображения нужно не менее 20 прозрачных слоев пигмента. Пишут от темного к светлому. Наложенные друг на друга краски создают эффект свечения изнутри. Плавь, светлые участки лица, разделка темные. Складки бороды, пробела. Едва заметные белые штрихи, движки. Духовную живопись Евгения изучает уже более 10 лет. Год от года она открывает для себя что-то новое. К работе с драгоценными металлами шла долго. Это дело требует особого мастерства. Таким вот образом икона готовится к золочению. Коричневый цвет – это полимент. Мелкорастертая дисперсная глина, которая хранится только в холодильнике. Именно на нее будет нанесен блестящий слой. Золото настоящее. Сформировано тончайшими листами. Даже неаккуратный выдох может порвать пленку металла. Работать приходится не дыша. В рублевские времена в качестве фиксатора использовали чесночный сок. Сегодня специальный клей – мордан. После его высыхания можно приступить к работе над драгоценной фактурой. Золото можно заполировать вот таким зубком. За счет полировки создается такой узор, где не заполировано золото более матовое, а где заполировано оно больше блестит. Несмотря на каноничность иконописи, сегодня это искусство предоставляет большое пространство для творчества, рассказывает художница. От декорирования орнаментом до применения авторских методов. Например, технику холодной эмали на этом окладе Евгения разработала сама. Главным источником вдохновения считает свою семью, а главным ценителем работы – мужа. Я всегда с ним советуюсь. И для меня его совет, как человека, который не занимается иконописи, а взгляд со стороны, очень важен. Для меня главным критерием на иконе является живой взгляд, чтобы он смотрел прямо тебе в душу, чтобы появились мурашки на коже. Из одного дерева икона и лопата, рассказывает художница. Но в иконе главное – любовь и посыл, с которым выполнена работа. Ведь даже простой детский рисунок, написанный с благими мыслями, способен творить чудеса. Александр Ткачев, Сергей Козырь. Утро нового дня.